В Москву купили 30 электробусов и запустили их с большой помпой. Открывал их лично Сергей Собянин. Поехали, правда, в итоге 7, да и то не поехали, а постоянно ломаются и стоят на конечных или уезжают на тягаче в депо. Мы три недели наблюдали за работой электробусов и тщательно фиксировали, как они ездят. Выяснилось, что это игрушка для пиара, а вовсе не транспорт. Мы зафиксировали 103 попытки запуска электробусов. Из них только две закончилось тем, что электробус ехал по расписанию, не сломался, не задержался и возил пассажиров так, как ему положено. 23 случая электробус задерживался, стоял на конечной дольше, чем надо, час или полтора. И 78 случаев было, когда электробус ломался, уезжал в парк на тягаче, либо стоял на конечной и ремонтировался полтора часа или более. Это совершенно катастрофические цифры. Они говорят о том, что это не транспорт вовсе. Представьте, если бы на 73 маршруте не работали обычные троллейбусы, а работали бы полностью электробусы. Пассажиры периодически вынуждены были бы ждать час или более, потому что электробусы все стоят на конечных или вообще сломались. Проблемы случались самые разные. У одной машины сломался задний мост до такой степени, что ее пришлось тащить на тягаче в парк задом наперед. Задние колеса не выдерживали нагрузки. У других ломалась система компрессоров, пневматики, большие проблемы у всех машин с электроникой. Иногда их надо перезагружать прямо на маршруте вместе с пассажирами. У них мигает свет. Постоянно ломаются зарядные станции. Электробусы выстраиваются в огромную очередь и ждут, пока она починится. Но главный фейл этой истории даже не в том, что они такие ненадежные. Проблема в самой технологии. Ее массово в мире нигде не используют, потому что она еще недостаточно развита и у нее есть родовые травмы, которые нельзя решить с помощью усилий российских технологов. Во-первых, таких машин требуется намного больше, чем обычных троллейбусов для обслуживания одного маршрута. Это происходит потому, что они очень долго простаивают на конечных. Ну то есть троллейбус все время ездит и возит пассажиров, а электробус 40 минут везет и потом 30 минут заряжается. Ну или в лучшем случае час 20 везет и потом 30 минут заряжается. Пока он заряжается, рабочее время водителя идет, зарплата ему платится, машина купленная, ну стоит и ничего не делает, не выполняет свою работу. Это главная проблема. Вместо 26 троллейбусов для того, чтобы обслуживать маршрут, где сейчас пытаются это запустить, потребуется более 50 электробусов. Вторая проблема, что нужно очень много места на конечных. Представьте целый полигон, где заряжается 13 электробусов в районе ВДНХ. Это дорогое пространство, которое можно было использовать для общественного пространства. Совершенно не нужно посреди города делать какие-то места, где на полигоне стоят и заряжаются электробусы. А ведь конечные бывают не только на ВДНХ, но и, например, на Лубянке. Как вы на Лубянке устроите такую зарядную станцию? Никак. Поэтому на многих маршрутах электробусы запустить вообще нельзя. И третья проблема, это очень дорого. Один электробус стоит почти в два раза дороже, чем обычный троллейбус. При этом, что очень важно, электробус над троллейбусом не имеет ни одного преимущества. Скорость движения по маршруту у троллейбуса такая же, как у электробуса. Сейчас на 73 маршруте они ездят с одинаковой скоростью. То, что троллейбус якобы привязан к проводам, это миф. Современные троллейбусы могут ездить без подключения проводов до половины маршрута. Если у них слетели штанги, они спокойно продолжают движение до остановки, где их поднимают. Это не проблема. И они не привязаны к проводам, как многие считают. В департаменте транспорта все это знают. И даже открыто говорят о том, что электробусного движения в Москве никогда не будет. И что скоро все это просто заменят на привычные дизельные автобусы, ну, либо запустят один-два маршрута для проформы. Этот пиар Собянина обойдется Москве в 19 миллиардов рублей. На эти деньги хотят купить 300 электробусов и 98 зарядных станций. Это катастрофически огромные деньги. Для сравнения, на них можно было бы купить 950 новых современных троллейбусов. Но самый главный фейл истории с электробусами состоит в том, что под соусом внедрения футуристичного современного транспорта в Москве уничтожается троллейбусная система. Уже на протяжении 4 лет Москва не покупает новые троллейбусы, демонтирует троллейбусные провода. Мы потеряли 500 машин троллейбусных, которые были заменены на дизельные автобусы. У них теперь есть выбросы и шум. Особенно в центре города жизнь горожан существенно ухудшилась из-за того, что вместо тихих и чистых троллейбусов по городу ездят дизельные автобусы. В то время как такие города, как Берлин и Прага, строят новые троллейбусные системы с нуля, Москва уничтожает самую крупную троллейбусную систему в мире. Это огромная ошибка мэрии Москвы, которая происходит исключительно из-за невежества и из-за того, что один человек, Сергей Собянин, уперся и считает, что троллейбус это нечто несовременное и старое. На самом деле троллейбус обладает всеми преимуществами электробусов. Он тихий, чистый, нет вредных выбросов там, где он едет. Он не простаивает на конечных станциях и стоит гораздо дешевле электробуса. Но по факту, несмотря на все разговоры, троллейбусы в Москве меняют на дизельные автобусы. К 2021 году планируется уничтожить всю троллейбусную систему Москвы и перейти исключительно на дизельные автобусы и электробусы, если они когда-то поедут. Но мы-то видим с вами, что они не поедут, поэтому вся Москва будет в дизеле. Ни один эксперт не поддерживает этот план. Специально приглашенный мэрией Москвы для консультации, профессор Вукон Вучек, автор книги «Транспорт в городах, удобных для жизни», раскритиковал идею ликвидации троллейбусной системы в Москве и предложил рациональный план работы с электрическим транспортом в городе. Он состоит из трех пунктов. Первый пункт – совершенствовать троллейбусную систему, купить новые троллейбусы. Ни в коем случае не отказываться, он называет троллейбусную систему одним из главных транспортных активов города Москвы. Второй пункт – купить электробусы с динамической подзарядкой от действующих проводов. Такими электробусами следует заменять дизельные автобусы, которые ездят под проводами 50% маршрута или более. Вот хороший пример – маршрут М1. Он на 82% проходит под проводами. Его можно было бы хоть завтра заменить на электрические троллейбусы или электробусы с подзарядкой от проводов там, где они есть. А на аккумуляторах он проезжал бы в центр города, где проводов сейчас нет. И третий пункт профессора Вукона Вучека – это продолжать эксперименты с электробусами с подзарядкой наконечных, но заменять ими исключительно дизельные маршруты, а ни в коем случае никак не троллейбусные. Это рациональный план развития транспорта в Москве. Я не знаю, пойдет ли по нему мэрия, потому что интерес уничтожать троллейбусы, он лежит в нерациональной плоскости. Это то ли просто хочется мэру, то ли здесь есть какая-то коррупционная составляющая. Это вполне возможно. Но я все-таки надеюсь, что безумные планы по ликвидации троллейбусной системы Москвы отменятся, система будет развиваться и пойдет по плану, предложенному известным именитым мировым урбанистом профессором Вуконом Вучеком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, я тут буду иногда рассказывать урбанистические и политические всякие интересные истории, типа вот этой. Субтитры сделал DimaTorzok